Привет! Как дела? Наступает Новый год и сегодня я расскажу вам о том, как попасть на новогодний фейерверк в Лондоне. Итак, новогодний праздник не за горами и мы все ожидаем самого главного события в календарном году – Новый год. Ребята, кстати, есть еще возможность получить билет на Новый год. Об этом я расскажу чуть-чуть попозже в своем ролике. Досмотрите до конца и вы узнаете, как выиграть билеты. К сожалению, британцы не празднуют так активно Новый год, как празднуем его мы. В основном это корпоративные вечеринки, веселые компании друзей, приближенные к празднику дни. Ну и уже со 2-го, с 3-го января все британцы выходят на работу и начинают свой новый календарный рабочий трудовой год. Итак, о фейерверке. На фейерверке в Лондоне я была два раза, но еще одна попытка была у меня первый раз, когда я пыталась попасть на этот фейерверк, но тут надо знать кое-какие правила, как на него попасть. Итак, где-то в 2009, по-моему, году, когда я еще была туристом, у меня в Лондоне жил брат, и мы к нему приезжали в гости вместе с мамой, мы решили пойти на Новый год, посмотреть фейерверк. Но поехали мы туда к 12 часам, так скажем, в 11, наверное, мы были там, и все уже, абсолютно все было закрыто, и нас не пускали на набережную. Мы пытались по странду, шли до Лондон-бридж практически дошли, то есть шли и пытались выйти на какую-то набережную, на какой-то мост, чтобы хотя бы оттуда как-то что-то посмотреть. И вот где-то в районе Сан-Пол-Кассидрол мы спраздновали Новый год. Помню, мы бежим, уже без одной минуты 12, пытаемся куда-то попасть, и тут бьют часы, там как раз на странде есть такие часы интересные, красивые. Мы уже практически приближаясь к собору Святого Петра, они пробили, и мы понимаем, что фейерверк мы пропустили, мы слышим отдаленно звуки этого фейерверка, но нигде мы его так и не нашли. А я еще нарядилась в парик, в такую корону нацепила на себя, но что-то новогоднее и веселенькое хотелось, вот как сейчас тоже, с украшениями, прогуляться по городу и встретить интересный праздник. Ну, ничего, фейерверк мы не увидели, Новый год мы встретили в бегах, зато после Нового года, когда все уже стали расходиться, абсолютно все люди подходили ко мне, потому что я была такая яркая, с розовым париком, и хотели со мной сфотографироваться. То есть я там сыграла роль в том году. Для многих я запомнилась вот на таких вот фотографиях. Потом, по-моему, в 2011-2012 году мы ходили на набережную, уже пришли туда до 8 часов. В 8 часов все абсолютно закрывается и никого уже больше не пускают. До 8 часов и пришлось там стоять очень долго, а стоять на улице, на холоде, хоть и вокруг толпа, она тебя не согревает. Она согревает тебя, вот, ну, как бы, твое тело, а ноги-то мерзнут, ноги от асфальта идет такой холод, подошвы абсолютно, ну, как бы, нету там такой, наверное, надо надевать валенки, чтобы не замерзнуть, и еще кучу шерстяных носков. Но об этом я уже попозже так поняла. На следующий год, когда мы пришли, мы реально, ну, более-менее согревались. А если ветреная, да еще на берегу Темзы, это вообще дубак. Ты просто стоишь, и уже не нужен тебе никакой фейерверк, выпустите меня отсюда. Но, в принципе, да, когда дожидаешься фейерверка, все это начинает мелькать яркими огнями, Big Bang, London Eye. И такой красивый дисплей, такой красивый фейерверк, что ты забываешь абсолютно обо всем, что тебе холодно, что тебе голодно. Туда мы брали чай и один раз бутылку шампанского вроде бы как пропустили, что-то там покушали. Не помню уже, что мы брали из еды, но так, легкий, то есть что-то закусить с шампанским. Вот так вот пару раз мы встречали Новый год. Но сейчас немножечко изменились правила, теперь надо покупать билеты. Вообще, изначально как бы билеты начинают продаваться где-то в сентябре. Можно купить сразу в сентябре, они стоят 10 фунтов. И потом еще небольшой такой наплыв билетов появляется в ноябре месяце, если там кто-то сдал, кто-то как-то не пойдет. И, ну, видимо, разыгрывается то, что сдали люди. Когда вы купили билет, он вам приходит по почте, и там еще такая инструкция к тому, как провести этот Новый год, что можно проносить, что можно делать, как одеваться и как работает транспорт в этот день. Кстати, по поводу транспорта, мы когда уезжали оттуда после Нового года, это же огромная толпа выходит, и всем надо ехать домой. Поэтому абсолютно вся толпа шла практически до Виктории станции. Это была первая станция метро, которая открыта. Некоторые девушки я видела вот в таких вот коротеньких юбочках, вот на таких каблучищах, абсолютно пьяные, без колготок, без чего-либо шли. Я просто, я смотрела на них, мне и так-то было холодно, а я на них смотрю, и, господи, думаю, как им не холодно. Британцы очень закаленные, об этом я тоже буду рассказывать. Ну и, конечно, выпивка делает свое дело. Итак, про розыгрыш билетов. Билеты можно выиграть, подав заявку на сайте, то есть есть такая лотерея от мэра города. То есть заходите на сайт londongo.uk slash ny-price-draw-2019. И там есть такая анкета, которую надо заполнить. Внимание, анкету на розыгрыш этой лотереи могут подавать заявку только резиденты Великобритании от 18 лет. Подавать заявку можно только один раз от человека. Там нужно будет вписывать, по-моему, паспортные данные, ну, в общем, ID какой-нибудь. И по этому ID вы можете пройти со своим билетом на это мероприятие, если вы играете билет. С 3 по 16 декабря, если вы заполните эту заявку, эту анкету, вы участвуете в розыгрыше билетов от мэра города, от мэра Лондона. И вы можете выиграть 20 билетов. То есть в розыгрыше участвуют 20 билетов на смотровую площадку этого главного фейерверка в году. Помимо этого, там также разыгрывается приватная такая капсула на лондонское колесо обосрения. Но туда нужно будет прийти, если вы выиграете билет, там до 20 человек может вместиться. Я так понимаю, вы можете привезти компанию. Но туда нужно будет прийти. Эта акция работает только с 10 до часу утра. И также вам нальют там шампанское. То есть там, по-моему, до 4 бутылок разыгрывается шампанское. Когда вы придете в эту капсулу провести один круг поворота лондонского колеса. Ну, как бы так своеобразно отметить Новый год. Желаю вам всего хорошего. Это был экстренный такой выпуск, потому что есть еще шанс попасть на новогодний фейерверк. Так что смотрите мой канал. Я часто даю такие shot notice, потому что сама нахожу такую информацию абсолютно внезапно. Но то, что я знаю наперед, я рассказываю вам в своих роликах. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч в следующем ролике. Пока-пока.